короче сейчас пока ночь я наверное возьму какой-нибудь следующий квест потому что надо понемножку прокачиваться после того как я купил новые шмотки так михалыч что-то за главного нет так привет михалыч как успехи с поисками информата меня появились кое-какие мысли насчет ситуации сизы в дальней деревне к юг отсюда из торговец товарищ он мутный торгует со всеми чем угодно ей богу он наверное за 100 жетонов мать родную готов продать короче эта история с одним из квестов данный момент не столь важно я думаю что сизый как раз не при чем а поперся он просто торгануть водкой что спер у дяди бори получается зря на него думал вроде как а вот с торгашом этим не просто все сдается мне ниточку крысе через него можно будет протянуть михалыч а почему вы считаете что кто-то сливает информацию может быть у нас и нет никакого шпиона на самом деле понимаешь малец тот замес под который ты попал на шахте это не случайность он был слишком хорошо подготовлен и это не похоже на действия залетных бандитов нападение было запланировано в тот день наши старатели должны были поднять за глубин шахты очень ценный ресурс ндп кристалл они встречаются крайне редко и нам удалось его обнаружить кристалл был большой весом в целых пол килограмма всего пол килограмма и недооцениваешь мощь этих кристаллов всего лишь один элемент питания размером с мизинец на базе ндп кристаллов способен питать защитное поле над городом очень и очень длительное время а энергии кристалла весом пол килограмма достаточно этого чтобы не только защитить куполом целый город ну и запитать его электричеством либо уничтожить его тут надо этим городом над солнечным там купол такой специальный чтобы всякие мутанты прочее зверьё не лезла на территорию то есть такое безопасное место постойте то есть ндп кристаллы могут использоваться как оружие сами кристаллы нет а вот энергию можно использовать и в военных целях вот как теперь понятно так вот то нападение как я уже говорил было неспроста кто-то слил информацию о том что наши старатели должны были поднять этот кристалл на поверхность нужно узнать кто а кто отвечает за безопасность на шахте может быть стоит информатора искать там может быть и стоит но это маловероятно безопасность на шахте отвечает мой друг стас минаев подставить наших он так никак не мог а все минаевцы это верные солдаты не раз проверенные в бою если окажется так что информатор один из них будут серьезные проблемы отправляйся к этому торговцу и попробуй выяснить у него что-либо может быть кто-то из наших людей частенько у него появлялся а с чего вы взяли что торговец будет со мной говорить торговец он и в пустошах торгуется возможно он торгует не только водкой но информацией кроме того у нас с ним вроде как договор о нейтралитете может что-то и получится тебе ясна задача на что дается награда за выполнение опыт деньги так точно когда удачи тебе солдат завершить диалог вот сейчас получается пол второго ночи на улице полная темень поэтому я потусю тут где-то на базе до самого рассвета а там потом пойдем гулять потому что ну ничего ж не видно вот только с фонариком надо ходить кстати тут можно собирать всякие хлам всякий пустая пластиковая бутылка где-нибудь в колодце можно набрать воды потом я закипятить и нормально пить воду но это кружки там банки всякие ржавые расчески все хлам продать можно там за пять копеек ладно тусим до утра потом видно будет так короче я купил костюм этот горку штаны курточку вот и вот у меня кроссовки с броней вот 925 от животных а я теперь купил бронированные ботинки с защитой брони 21 в общем нормально вот мы их сюда сейчас перетащим тынц и теперь нет ботиночки есть но теперь как бы уже такие шмотки что можно и куда-то подальше ходить защита будет получше тем более я вот на штаны отдел еще пластиковая бронепластину защитная уже как бы другое дело так до рассвета осталось уже немного скоро будем выдвигаться значит что мне надо сделать повысить уровень так навыки персонажа доступно очков навыков один значит не огнестрельное оружие немножко прокачано уже холодным оружием я особо не пользуюсь и поэтому я думаю пришло время немножко увеличить переносимый вес потому что вечно хабара наберешь всякого и пока дотащишь домой но на базу вот надо все добавляем а уже на следующих уровнях там снова бум оружие улучшать так возле колодца можно набрать воды вот у меня было две бутылки и так я бегу в деревню но коровная бежать довольно таки далеко и вообще не факт что я доберусь потому что по пути могут кто-нибудь слегка укусить или пристрелить или еще что-нибудь ну посмотрим еще здесь есть всякие аномалии некоторые передвигаются но она уже исчезла там вот на горизонте я вижу собаку у собак это еще ничего они еще и смылись здесь сюда я еще не заходил какое-то здание так посмотрим что здесь есть так опа куча всякого барахла берем аптечки тушенку спички так эти патроны нам не нужны да вот гайки это их можно кидать но я не совсем понял какой в этом смысл но вообще как бы в сталкеры кидать гайки это ж ну нужное дело так я так понял а то где-то рядом собака бродячая собака вот и все я вернулся опять в город эх так недалеко прошел постепенно восстановится здоровье либо можно использовать аптечку теперь нужно добраться до того места где меня убили вот оно отмечено на карте и там остался мешок с некоторыми своими моими вещами вообще планировал дальше на поселок инженерный а потом вот где-то вот аж сюда село коровье в общем идти прилично ну ладно когда очень большая усталость можно отдохнуть вот вот отдых от третьего лица вот вот такой суровый дядька получился вот ну усталость уже восстановилась можно двиаться. Дальше. Так, добежал я до этого места. Так, что у нас здесь? Мясо какое-то есть. Нам вот пожарить. А вот мешок, который мы оставили здесь. Вот, дробовик решает все, да. Так. Так, кажется, с рюкзака надо все забрать. Во. Кто-то еще. Вот это вот гадость, конечно. Аномалия. Так. Проверим в заряд. Ну, что, побежали дальше. Впереди окраины поселка Инженерный. Я думаю, я, наверное, в него заходить не буду, чтобы не тратить время. Но, пока здесь вроде тишина, надо попить и поесть. Вот у нас бутылка с чистой водой. Выпить. Раз. Отлично. И у нас вот есть жареное мясо крысы. Есть. Что-то она не очень. Во. Два куска съел. Все, надо двигаться дальше. Впереди какое-то болото. Я так думаю, там газ, скорее всего, или еще что-то вот это зеленое. У меня пока нет противогаза. Надо будет как-то купить со временем. Поэтому лучше пока это место обойти. В общем, так как я местности не знаю, я решил, что дойду. Ага. Какая разница, что я решил. Да. Так. Хорошо хотя бы не в самое начало. Но ничего. Начнем все заново. Так. Где-то я забыл здесь мешок. А вот меня здесь убили. Надо все свое забирать. Так. Ага. Значит, я хотел добраться вот до блок поста номер 9. Подозреваюсь, что здесь тоже безопасная зона. Потому что эти ребята не шуточные. Да, 18 уровень. Еще и восстанавливаются. Превосходно. Да, вот так всегда. Доберусь я туда или нет. Надо пробовать. Что сильно много вещей в рюкзаке. И есть у меня идея сделать здесь схрон. Большая вероятность, что здесь может нет особо людей. И мой мешок никто не найдет. Так. Разместить тайник. Обычный тайник. Вот где-то здесь. Во. Так. И... По идее, я могу сюда вот эти все шкуры и весь этот хлам поскладывать. Так. Бутылка с чистой водой. Пластиковая бутылка пустая. Туда. Превосходно. Ага. Чтоб это место не забыть. Я предлагаю поставить здесь маркер. Тут. Маркер. Пометим его... Да. Вот как припасы. Такого зелененького цвета какого-нибудь. Мешок. Пусть будет мешок. 0-1. Будем надеяться, что... Тайничок нас никто не свистнет. До блок-поста уже совсем недалеко. Но впереди огромное количество собак. Наверное, попробовать их обойти. нальчика. Denisный video Так, аж интересно, что здесь. Так, надо отдохнуть. Опа, ящичек. Так. Возьмем патроны, аптечку и тушенку. Ага, все-таки подозреваю, что сейчас будет безопасная зона. Да, отлично, просто отлично. Ну что ж. Пошли в другую локацию. Так, и что у нас на этой стороне? О, красота. Так, во, весь мешок. Патроны заберем. Я пока не знаю, зачем нужен свинец, но подозреваю, что потом можно будет изготавливать самому патроны. Скорее всего. Вот, пыльца. Вот, первые ресурсы. Так, пластиковая бутылка не нужна, спички заберу. Ну, патроны под калаш, у меня его все равно пока нет. Это заберу тоже. Так, ну, шо ж. Идем дальше на юг. В общем, это было непросто. Уже глубокая ночь. Надеюсь, я все-таки доберусь. По идее, как бы тут не сильно далеко уже и осталось. Ну, можно же попасть в какую-нибудь неприятность на ровном месте. Ну, ладно. Постоянно стреляют. Непонятно кто. Короче, я добежал. Уже глубокой ночью. Все-таки у меня получилось. Я так понимаю, это следующий поселок какой-то. Защищенный. Сейчас, а потом рядом. Все, я добрался. Теперь надо понять. Ага, вот здесь, наверное, все. Вот он и Гоша. Я смотрю, у вас тут целый арсенал. Не страшно одному тут быть. Да без охраны. Не боитесь, что вас ограбят? А кто сказал, что я один? У меня есть свои люди, которые готовы выручить в любой момент. Не видел, пацаном моих на входе? Что-то не видел, наверное, не через вход. Собственная охрана. Отвечу. В этом мире в один ночью не выжить. Как говорится, рука руку моет. Ты сам видна, они из здешних мест. Вопросов у тебя слишком много. Откуда будешь? Ой, да это долгая история. Сейчас я остановился в солнечном. Хм, в солнечном. Как-то Михалыч до сих пор вредит идеей восстановить мир во всем мире. Вы его знаете? Конечно. Ты на конфедератов не похож. Потому что слушай такую историю. Михалыч со своими бойцами появился тут несколько лет назад. Взяли под контроль солнечный и шахту. До пригода отрядов конфедерации в этом городе жили простые люди. Семьи бывших шахтеров. Точнее их остатки. Конфедерация предложила жителям памяти подчиниться или покинуть город. Конечно, большая часть были гражданские. Куда им против военных пыркаться? Несогласные покинули свои дома и пошли кто куда. Особо буйных закопали на кладбище. Такие дела, дружок. Хм, мне говорили, что город был заброшен, когда его заняла конфедерация. Но сейчас город под надежной защитой. Что плохого в том, что предложила людям конфедерация? Короче. Ага, вот. А ты случайно ничего не слышал насчет заварушки у шахты? Не знаю, из-за чего там сыр-бор, но заварушка была знатная. А ты что спрашиваешь? Я попал под этот замес. После него ничего не помню. Знаю, что я был с друзьями и мы нанялись как охрана. Вот теперь ищу информацию, чтобы что-то вспомнить. Во. У вас выполнено. Ничего себе. Понятно все с тобой. Я уже было другое подумал. К сожалению, ничем тебе помочь не могу. Но думаю, я знаю, кто может тебе помочь. Тут недалеко есть большой блокпост, где сидит один из разведчиков Михалыча. Возможно, он что-то может знать. Понятно. Береги себя. Ладно. Короче, останемся здесь. Бо. Там что-то так не очень. На улице. Там что-то так-то 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 так